Торжественным полонезом открыли офицерский бал выпускники Вологодского института права и экономики. Геометрические фигуры на паркете спортивного комплекса рисовали почти три десятка пар. В парадной форме кавалеры, дамы в роскошных вечерних нарядах. Подготовка к балу это очень волнительный момент, потому что девушка хочет выглядеть на все 100%. Подборка наряда происходит очень мучительно, как и для девушки, так и для молодого человека, потому что он тоже принимает в этом участие. А все потому, что такие образы курсанты института примеряют всего лишь раз в году. Почувствовать себя уверенно помогает руководитель Академии балов, наставник и вдохновитель Борис Чирьев. Офицерские балы проводятся в Вологде седьмой год, стали традицией вуза. Это единственная возможность увидеть свою девушку не в форме, а в платье. Это самое главное. И балы, конечно, всегда делались для женщин, для девушек. Второе – почувствовать себя кавалером. А офицер, он же на трех китах, как бы говорят, стоит. Это жизнь за Россию, честь никому, а сердце даме. И дамы не подвели. Блистали в нарядах так же, как знаниями во время учебы. Два года подряд за научные достижения и отличную учебу Дарья Щербакова становилась стипендиатом имени Державина. Объектами исследований были женщины, осужденные и животные из приютов. Институт предоставляет данные в Москву за год достижения курсанта. И на год ему в случае победы, как присуждается стипендия, мы с моим научным руководителем победили на конкурсе МИЮСТа научных работ. В Москву ездили на награждение. За наградами ехать не пришлось. Достижения талантливых курсантов, а теперь уже состоявшихся лейтенантов внутренней службы, отметили во всех сферах. У нас выпуск проходит в три дня. Вчера мы вручили офицерские погоны нашим выпускникам. Сегодня проводим офицерский бал, поощряем их за достижения в учебе, спорте, науке, службе, а также культурно-массовой работе. Из 94 курсантов с отличием заканчивают у нас 18 человек. Наш выпускник Варов Александр сегодня присутствует в Кремлёвском дворце на личном приемлеме президента Российской Федерации. Это одно из наших достижений учебного заведения. В числе других достижений творческий бал – это ещё и конкурс на лучшую пару. Победители определили ветераны Академии балов, участники коллектива «Серебряная стрекоза» Вера Дербина и Валерий Панов. Лучшими танцорами признаны Валентин Глотов и Екатерина Тимофеева. Мы готовились две недели всего лишь к этому. Очень сильно переживали, так как времени было очень мало, но тем не менее постарались выложиться на все 100%. На мой взгляд, это очень полезно, просвещает культуру, и мне кажется, стоило бы задуматься о том, чтобы внести танцы в основные занятия, также, к примеру, после учебных пар. Совсем скоро ребята отправятся служить в исправительной колонии Челябинской и Архангельской области. Выберите парня, подойдите, положите руку на плечо, любого. Выберите, пожалуйста, я на плечо, на плечо, на плечо, на плечо. Вальс, танго и венский парад, танцевальный марафон длился около двух часов. Ну всё, спасибо, спасибо, спасибо. Завершением череды выпускных дней станет торжественная церемония вручения дипломов выпускникам, получившим профессии юристов и психологов. Марина Березина, Михаил Протасов, Волок, ДРФ Спасибо.